Здравствуйте, команда GitKotix! Здравствуйте, команда GitKotix! Значит, специально для хохотона PixUp у нас своё приложение, которое было создано на основе уже существующих приложений. Есть вывод? Так как у приложения PixUp есть большое количество юзеров, так давайте их используем. Значит, мы объединили такие решения, как поиск по лицу, поиск актёров и поиск именно актёров, актрис, взрослого кино. Значит, есть? Жизненный цикл проекта. Человек фотографирует, ему сразу показывается, на кого он похож, даёт... Дальше можно поделиться этой фотографией. Люди начинают... Люди видят это, и начинают сами заходить в это приложение, и дальше уже это вирусное приложение. Демонстрация. У нас... Что у нас сделано за хакатон? У нас всё сделано за хакатон. То есть, мы собрали этот сет, ну, тут видите, выкачивали... Подняли бэк, подняли мидллээр, обучились, получили результаты. То есть, это... Вот айфон, который там лежит на столе, он управляет фотографии на бесплатных 8 штатах, потом из штата погодите в Питер, на сервах, который у Артёма дома стоит, обрабатывается, отправляется в обратный путь. А, ещё приложение на мне почему-то всегда женщин дезинфицируется. женщин дезинфицируется. Сознан для женского дрова. Да, да, да. Сознан для женского дрова. Сталина, да. Всё, тогда аплодисменты. И вопросы жюри. Это всё работает на серверах. Да, сейчас всё работает на серверах. Соответственно, распознавание лиц и создание фич можно перенести на телефон. Да, это в планах. Базу актёров, на которых мы сравниваем похожесть, наверное, лучше хранить на серверах, чтобы её постоянно обновлять. У нас из Future Plans искали создать фильтр, который именно по конкретным фильмам ищет похожих актёров. То есть на кого вы похожи из Робин Гуру этого провального фильма, который недавно вышел, если вам только интересно. Или по большей базе, то есть чтобы включать плюс 18 моделей. Сколько мне мне понадобится для офлайн-телефонной версии? У нас несколько сеток. Это детектор лица, детектор пола и уже потом детектор актёров, актрис. Значит, это будет 5 секунд на iPhone 10, если мы перенесём на Onyx с нашей футболист модели до обученной. Спасибо. То есть у нас уже готовое приложение, которое на высоконагруженном сервере развернутое, но в планах перенос на мобильный. А как вы будете с КОБРа это и так? Нельзя это просто отписывать с авторийскими обзорами? Для демонстрационного режима мы использовали только с открытых источников режима. Даже если нам это всё запретят, мы будем просто давать ссылку на тот же Pornhub. Pornhub будет приятно, что кто-то лишний подпишется на него. То есть монетизация. Это с прокатными агентствами общаемся, с рекламными агентствами общаемся, сводим людей между собой и уже конкретно с порностудиями. Они за подписку сами с удовольствием будут платить литералов. Ребят, когда мы общались до меньшего момента, у вас были проблемы со стабилизацией. То есть тот же самый человек под разным домом, под разным освещением двух ваших приложений находили на разных акцинах. Да-да-да, было такое. Проблема в том, что мы взяли из открытых источников, а там профессиональное более-менее качество, и мы как-то даже не подумали, что надо сделать аргументацию по освещению. Когда мы спустились на этаж ниже, уже сразу качество упало, и под разным освещением разная тень, и все сразу же падало. Хорошо. Хорошо. Еще второй вопрос. Вы сказали, что у вас есть какие-то планы на мобильные устройства на цепь BDSC, но когда база людей растет, если я правильно помню, у вас классификационная сеть будет правильно? Да. То есть количество алкогновых у вас будет уничтожиться, и соответственно цепь будет работать и на это еще есть какие-то сеть, которая использовалась в данном решении это UB2A тяжеленькая, но мы именно для мобильных устройств используем MobileNet, дообученные уже свои наработки, которые будут просто извлекать фичи. и софтмаксом косинусными моделями будем просто странировать. Хорошо. Спасибо. Еще вопросы? Нас второй человек. Я занимаюсь компьютерным зрением. Дмитрий и Андрей iOS разработчик уже с большим стажем, у него более трех приложений, так что еще у нас лишний человек есть маркетолог и лично. Да, что он вам маркетолог? Убил дизайнера на основном. Не нужно маркетинг, да? Поэтому и лишний как сказал спикер, который тут выступал, рассказывал про то, что маркетинг нужен всегда, и что-то вы не начали что-то писать. Мы сразу почитали его шорт-лист, то, что он будет рассказывать, и поняли, что маркетолог всегда будет. Окей, спасибо. Ваши аплодисменты. будет гордость. Спасибо.